Всем приём-приём! Доброе утро! Потихонечку подключаемся, здороваемся, радуемся, немножечко так причесываемся. Сегодня с вами снова я, Илана, хореограф и танцевально-двигательный терапевт. Мы снова двигаемся по моему оффлайн-курсу «Танцы для творцов». И сегодня у меня в гостях, я думаю, что такой человек, советы которого нужны просто каждому творцу, каждому человеку творческой профессии. И вообще мы сегодня такую затронем тему соцсетей, естественно, встречаемся с вами здесь в соцсетях и разговаривать будем. Про Рилсы. И у меня сегодня в гостях блогер, эксперт по созданию авторского контента в Рилс и Сторис Лера Ко. Я уже вижу запрос от Леры, и сейчас я, собственно, попробую сделать всё одновременно. Знаете, я ей подтвержу запрос и напишу, закреплю нашу тему, чтобы все, кто у нас подключался, понимали вообще, на какую важную тему мы будем разговаривать. Доброе утро, привет! Я очень рада видеть ваши сердечки. Дайте мне время написать. У нас сегодня тема «Пять секретов Рилс». И, если честно, то я сегодня просто в таком немножко сумбуре с утра я смотрела вчерашний эфир Леры про, вообще, про, собственно, почему мы всё знаем, но ничего не делаем. Я надеюсь, что мы сегодня тоже на эту тему немножечко поговорим. Так, я закрепляю, я вижу реквест, и я делаю... ...интеграмм прорился. Сегодня будет у нас очень полезно и продуктивно. У нас такой будет профиль на творческие ниши, на творческие профессии. Лера, привет! Доброе утро! Привет, очень рада видеть. Вот, я никогда не успела сказать, что вообще моё фанатство по поводу твоего профиля началось с сериала «Спешл Герл». И я просто вчера такая сижу, начинаю листать твою ленту и думаю, а где «Спешл Герл» вообще? Куда делать «Спешл Герл»? И я листала просто, чтобы пересмотреть какие-то новые серии. Короче, я в восторге. Я действительно в твоём профиле вижу то, что хочется, наверное, каждому. Не просто скопировать шаблон, а сделать что-то прикольное, классное, не знаю, подумать, поштурмить и создать что-то действительно новое. А так как у нас такой профиль для творцов, для создателей, то, соответственно, вот твоя философия создания рилсов, она мне прям к сердечку ложится. И очень-очень рада. Я очень рада. Спасибо большое. Что на самом деле многие не понимают. Мы сегодня поговорим, кстати, в рамках нашей темы про пять секретов рилсов, но забегая вперёд, хочу сказать, что многие не понимают. И вот эту вот фишку уникальности, значит, хотят делать так, как другие. То есть, условно, один делает танцор такирился, и значит, я так буду делать. Один натурциолог делает такирился, и значит, мне так надо. И люди живут вот по такой истории. Если что-то уникальное им предлагаешь, они пугаются, настораживаются, и им кажется, что ты их ведёшь куда-то не туда. Лер, потому что, ну, я, например, по себе понимаю, да, вот вообще, вот прям расскажу, как есть. Значит, встретились мы с Машей, с которой вы вместе работаете. И Маша мне такая говорит, Илан, ну вот так, вот так. То есть, такая провела мне как бы короткую какую-то консультацию, пару рилсов мы расшифровали. Вот. И я помню, что мы выходим просто с этого кафе, и я говорю, Маш, ну реально же всё понятно. Ну классно, реально, всё супер, как бы. Ну просто вот бери и делай. Почему, ну почему как бы тогда они все, типа, выстреливают, как супер-блогеры там, супер, там, продаются там на эти все миллионы. И Маша мне говорит, Илан, ну ты типа сделай. Вот. Прошло две недели, как бы. Мы встречаемся в прямом эфире. А, причём неделю назад Маша была в гостях и говорит, Илан, ну что, когда будем-то рилс снимать? Я говорю, ну вот сейчас как вот будет вот это вот то самое вдохновение. Вот. Короче, собственно, я понимаю, почему проще взять и под копирку что-то сделать готовое, чем действительно думать про что-то авторское, да, что-то прописывать сценарий, да, и что-то вот как-то. И даже когда сценарий уже прописан, почему же тяжело снять? Так, мне кажется, мы уже, я такой болтун, что я могу уехать в любую тему. Для начала расскажи, пожалуйста, о себе, как вообще твои мысли пришли к блогингу, да, как развивался твой блог, и как ты пришла к тому, чтобы делиться вот этими авторскими вот этими идеями, и как ты создала свой, собственно, рилс хаос? Значит, что касается меня вообще, как я всегда говорю о том, что, ребят, вот есть вот люди, у которых есть потребность быть блогером, а есть люди, кто смотрит на блогера, такие, о, они богатые, значит, мне типа тоже надо быть блогером. Но на самом деле вот собственные блогеры – это те люди, у которых есть потребность, и я это прочекала по собственному опыту. Потому что где бы, вот моя жизнь, мой жизненный путь, то есть профессиональным блогером, то есть условно, когда моя профессия приносит мне деньги, я стала буквально, наверное, года три последней. То есть и то, там первый год, понятно, там это какие-то три копейки было, это можно даже не считать. То есть вот условно последние два года мне моя профессия блогерская приносит деньги. До этого я работала и в Эвенте, я работала и в подростковом молодежном клубе, и в строительной компании. Вот и пыталась, как бы искала себя, да, потому что, ну, как принято, да, ты просто в институт выпускаешься, тебе нужно устроиться на работу. Вот, но и, как бы, я все меняла эти работы, думаю, да, блин, что ж такое, почему мне вот, и тут мне никто, и здесь мне никто, и тут мне душно, и это мне не нравится. Я в какой-то момент села такая, думаю, так, что-то я вообще в какой-то тупик зашла, я не знаю, кто я, про что я. Вот, то есть мне нравилось учиться в институте, я закончила институт культуры, кафедру режиссур театра и революционных представлений. Мне очень нравилось учиться в институте, прям режиссур, мне все очень нравилось, сцена и так далее. Но институт закончился, началась взрослая жизнь, и тут вроде все пробуешь, тебе, ты чувствуешь, ну, не твое. И я такая села, думаю, так, Лера, давай сейчас мы с тобой поговорим серьезно. Вот что есть в твоей жизни, начиная с детства, с института, да, вот, условно, с института, что тебе нравится. И я поняла, что все это время, сколько бы работ я не поменяла, я все это время веду блог. То есть я сначала вела блог на ютубе, потом я перекочевала в инстаграм, сначала, естественно, это было все так в режиме криво-косо, там что-то, блог-самоделка, вот эта вся история. А какой у тебя был профиль, лайфстайл с самого начала? Нет, у меня был, да, с самого начала, нет, на ютубе я начала с темы саморазвития. Мне очень нравилась тема мотивации, вот эта, знаешь, история, там, планирование, тайм-менеджмент. Мне так это вдохновляло. Я помню, что я когда первую книгу прочитала по этой всей истории, я такая, нифига себе, я даже об этом не задумывала, что это вообще существует, у меня это просто дико заряжается. Такая литература меня супер мотивирует, ее можно как угодно к ней, на самом деле, относиться, да, что это вода, что это там пустая там фигня, но меня это просто очень сильно мотивирует, вот. Как человеку тревожному, мне вот надо где-то вот подчеркивать вот эту вот энергию, какой-то мотивации, порядка, дисциплины, да, хотя бы, чтобы вы на какой-то информации... Ничего, ничего не говори. Я иногда специально перечитываю какие-то книги, потому что мне нужна какая-то доза собранности. Да, это вообще прям супер, вот именно дает вот эту дисциплину. Ну, в общем, я стала про это вести канал. Почему? Потому что я всех своих подруг задолбала, я добывала пересказывать эти книги, все эти упражнения и так далее. Они говорят, Лера, ты можешь, может быть, там, типа, завести блог там-то поделить? Это был именно намек на то, что я заколебала уже с этими книгами. Вот, я там, помню, одной подруге я, значит, прописала план саморазвития на лето, по пунктам там с фотографиями. Значит, второй подруге я там тоже какие-то упражнения постоянно рассказывала. Ну, короче, просто заколебала всех. Ну, вот, и вот я делала блог, но это было довольно тяжело. Мне кажется, сейчас это, прости, карибилось сейчас подруги, просто подруги накидывают ржущие смайлики вот эти. Да, 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 Лера, мы тебя такую помним. Да, да, нет, но на ютубе было на самом деле очень тяжело, потому что ютуб очень агрессивная комьюнити. Из-за того, что алгоритмы ютуба так настроены, что тебя выбрасывают постоянно в новую аудиторию, там на ютубе, конечно же, ты сталкиваешься просто с таким хейтем, что тебя как волки просто, в комментариях тебя просто нафиг на куски растаскивают. Если у нас здесь в инстаграме сейчас такой уютненький, все свои, там какая-то однора, а мразь там залетела, тебе какую-то гадость написала, и то, как бы, да, типа, «О, как я?» Да, вот эта вся история. А там все такие, особенно почему-то было очень много злых мужчин, и я не знаю, в чем прикол, вот тип возраста 45+. Какая-то вот именно какая-то каста вот этих вот озлобленных мужиков, которые всякие гадости написали. Ну, вот, в общем, короче, я вела сначала на ютубе, потом начался инстаграм, я решила, что инстаграм будет попроще, и там, как бы, единицы контента поменьше. То есть, если на ютубе надо создавать ролики, вот эти прям 20-минутные, 30-минутные, с монтажом, с материалом, ну, это реально просто гемор, вот, то, как бы, в инстаграме маленькие единички контента, там, постик, еще где-то, еще где-то. Вот, поэтому я перешла в инстаграм, вела сначала блог про развитие креативности, и потом потихонечку я поняла, что, мама дорогая, а все, что я узнала в институте про режиссуру, я применяю в контенте, в создании контента, stories и так далее. Ну, тогда это только stories. Я говорила, вау, у меня тогда был, случился просто инсульт века. Инсульт века о том, что я, вообще-то, как бы, про контент. Вот, я про контент, про сторитейлинг и так далее, и вот последние, сколько, три года моя страница про этот. Слушай, а ты в других сетях вообще дублируешь контент, или твоя основная страница, это вот инстаграм и... Вообще, я пробовала дублировать, но на этом нужен ресурс. Честно, я знаю, что так нужно делать, это классно. У нас, например, даже на Реллсхаусе был такой кейс, у нас училась девочка, у нее в инстаграме ролики набирали по 200-300 просмотров, что-то такое. Она была... О, все. Ответу? Ответу? Я вернулась, да, больше так не буду. Короче, значит, вот, и один и тот же ролик в инстаграме набрал 200, в ВК набрал 1300. То есть, конечно же, нужно дублировать, но на этом нужен ресурс, надо сидеть, это все же надо оптимизировать. Это же невозможно просто раскидать эти ролики. Это же нужно описание написать, там, эти хэштеги, там, на Ютубе, например, там, мне это поставить. Ну, короче, там много тоже геморроя, и я знаю, что это нужно, и я это буду делать, но когда у меня появится чуть-чуть больше свободного... Пока. Слушай, ну, тогда сейчас просто снимаю, как бы вот витает в воздухе сейчас эта мысль. Все говорят, что в марте инстаграм точно кончится. И я уже видела, кстати, слышала эту информацию не только от просто людей-экспертов, и от блогеров, в том числе. Ну, и понятно, там, папа, дядя, там, вот, все, кто, собственно, знают, все, VPN-ы все закроют, не будет работать. То есть, что делать, как ты к этой информации относишься вообще, что это, или это очередной вброс? Слушай, на самом деле, я уже, знаешь, сколько было вот за это время всяких вбросов, у нас на стаграм закрывали. Помнишь, все прощали, списали прощальные посты, до свидания, мои подписчики, я вас всех люблю, это было прекрасное время. Я уже просто в это все не верю, считаю, что нужно решать проблемы по мере их поступления. Единственное, что мы можем сделать, подстелить тебе соломочку в виде, там, Телеграм-канала, Ютуб-канала, вот, чтобы создать, куда мы можем перевести нашу аудиторию с Инстаграма. Вот, у меня есть Телеграм-канал, я его активно веду. То есть, например, тексты мне нравятся намного меньше, чем видеоконтент. Вот, и, в общем, как бы, меньше, да. В тексте все равно это, как бы, неэмоционально, то есть, человек не видит, как ты говоришь, как ты проявляешься. Вот, потому что мы же часто, ну, как бы, влюбляемся именно в то, как человек говорит даже. Не то, что он говорит, а то, как он говорит. Иногда говорит, знаешь, она мне была в офисе такая девушка, она постоянно рассказывала какие-то абсолютно тупые, пустые истории. Но она это делала, и мы всем офисом сидели, и на нее смотрели, как она рассказывала про то, как она купила круассаны, и шинолады, а они оказались с абрикосом. И мы просто ждем. И ты, с одной стороны, понимаешь, с точки зрения смысла, это просто, типа, зачем мне эта информация, это не какая-то великолепная история. А с точки зрения вот ее путь, подача, харизма и обаяния, ты сидишь и думаешь, ля ты какая, какая хорошенькая, блин, глаз нет, нормально. Вот в Инстаграме, ой, фу, в Телеграме, конечно, с этим проблемой. Но, столицы появились, я думаю, что что-то типа ленты тоже появятся, Телеграм же там тоже все умные, они прекрасны, это все быстренько чекают. Если у нас Инстаграм прикроют, Телеграм быстренько переколаборируется, и все будет нормально. Все-таки не ВК, да? Не, мне вообще не пережилось, честно, я вообще не знаю, там сидят какой-то другой сегмент аудитории. Вообще, я попробовала вести свою страницу, но, не знаю, мне вообще, вообще, вообще не заходит эта история. Понятно. Так, ну что, собственно, интересно, понятно, классно. Давай, собственно, двигаться постепенно к полезности, да, потому что прежде, чем поступить к чему-то полезному, всегда хочется узнать, как человек сам до этого полезного дошел. Вот. Ну давай, пять секретов. Я вот прям вот подготовила себе тут залеточки, залеточки, сейчас буду резюмировать, как говорится, что-то хотелось бы, чтобы уже сегодня как-то вот магически реализовалось, хватило на это энергии. Поехали. Пять секретов в Риус. Хочется, я пыталась пробить их, пыталась пробить, так что сейчас мне даже вдвойне интересно, насколько я попаду в то, что ты скажешь. Хорошо. Значит, начнем с масштабного. Значит, точнее, у меня, знаешь, даже есть не пять секретов, у меня есть, так скажем, пять секретов, один такой, со звездочкой первой. Значит, это как раз про действия, да, почему, например, у кого-то получается набирать аудиторию с Риус, а у кого-то не получается. Почему у кого-то блок растет, или у кого-то есть, например, 100 тысяч подписчиков, 20 тысяч подписчиков, 10 тысяч подписчиков, ну короче, подписчики, да, какое-то весомое количество, а у кого-то нет, на самом деле все просто, одни делают, другие не делают, вот и все, значит, те, кто делают релсы, кто готов работать, да, придумывать что-то новое, прямо, если это фокус, он этому посвящает время, у него в календарике, в его недельном стоит какое-то время, условно, там, один час в день на создание роликов, на монтаж, на сценарий, да, и так далее, то есть, когда это рутинно, становится частью твоей жизни, а не просто, да, 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 надо снять релс когда-нибудь, там, завтра, послезавтра, через неделю, через две, и так далее, то есть, все, я здесь и сейчас, сегодня выделяю вот это время, например, что ты написала со мной, а? Верно, тут-то ты меня и подловила, в принципе, можно сворачиваться, я уверена, что подловила, блин, большинство нашей аудитории, друзья мои, кто сейчас у нас в эфире, кто будет слушать нас в записи, вот реально поделитесь, вот это вот первое, делают и не делают, как бы, это моя тема 100%, я сейчас только работаю над тем, чтобы целенаправленно выделять время под работу в соцсетях, я ее так условно обозначила большим словом, большим вот таким пулом, вот, и знаете ли вы за собой такое? Вот я вижу 100%, вот они посыпались уже, вот, ловили ли вы, или вы прямо вот выделяете время, или вы прошли уже, может, релс хаус от Леры и точно выделяете время, короче, ждем ваши, напишите нам, как вообще ваши дела, а мы будем двигаться дальше, извини, что перебила, просто не могла вот это сдержаться. На самом деле это ключевое, это ключевое, то есть это, на самом деле, это же не только релс, это в любом деле, да, например, кто зарабатывает, кто эти деньги реально зарабатывает, кто делает какие-то шаги по тому, как там, типа, ну, по капелькам, да, собирает, там, консультацию проводит, занятия провел, группу набрал, и вот ты заработал эти деньги, а кто-то сидит и такой, да, мне надо 100 тысяч, и ничего не делает, да, естественно, у кого есть деньги, тот, кто делает, и кто собирает, там, группы, проводит занятия, проводит, там, всякие мастер-классы и так далее. Значит, это самое ключевое бездействие, вообще никуда, и знаешь, здесь есть такой лайфхак, просто вот взять свою неделю, я, например, пользуюсь календарями айфоновскими, вот, там прям вот эти календари, они очень удобные, туда можно оставлять всякие мероприятия, всякие там, не знаю, события, которые происходят в жизни, я прям туда закладывала, у меня, например, всегда с 8, примерно до 10 утра 2 часа это на монтаж, то есть, если есть какой-то материал уже отснятый, я монтирую, то есть я проснулась, обычно не хочется ничего делать активного мне, мне хочется вот что-то такое... Лерочка, сейчас, прости господи, насколько же ты встаешь, если с 8, если ты пожарился, монтируешься? В 8, я вот, я просыпаюсь, обычно как, мне надо вот типа позалипать в телефоне, чтобы вот распромошиться, проткнуться и так далее, какая разница, я буду залипать, типа просто листать ленту, но это все равно нужна энергия, пальцем ворочать, либо я просто сижу, попересматриваю материал, подбираю, папочки их там поперекладываю, ну, в таком формате, то есть мне прям вот монтаж, где моего утра вообще идеально подходит, я спокойненько себе монтирую, там, после партнера, например, то есть у каждого свой ритм, да, можно там заложить какое-то время, то есть надо заложить время на монтаж, это может быть один день, где вы пачка, например, смонтируете, это надо заложить время на создание сценариев, написание сценариев, это тоже может быть другой какой-то день. Здесь очень важно быть в ресурсе, да, чтобы вот за написание сценария надо садиться в хорошем настроении, в хорошем расположении духа, вот, потому что иначе это будет просто пытка, как будто бы ты так пишешь сочинение в школе, или в домашку делаешь, которую ты ненавидишь, вот. И нужно заложить время на съемку всего этого дела. Желательно, чтобы день на съемку он не совпадал ни с какими ремонтами соседей, чтобы дома не было детей, которые отвлекают, там, мужей, которые хотят, там, что-то от тебя, там, не знаю, куда-то тебя там позвать, что-то с тобой делать. Вот, просто вот, когда у меня есть время, где я одна, меня никто не отвлекает, я могу одеться, я могу собраться, я могу поставить кадр, я могу 500 дублей этих записать, да, где я буду ошибаться, буду чувствовать себя глупой и так далее, но зато я сниму, вот. То есть вот эти вот три точки надо себе запланировать, каждый как бы разбивает по-разному, да, кому-то там по части в день что-то удобно, кому-то мне удобно запланировать три дня, день на съемку, день на разгоны, и день, и, а монтаж я разбиваю как раз по дням, вот в таком форме. Так, ну, Лер, на самом деле мы как люди, которые не проходили твой Рилс Хаус, возможно, кто-то из нас только сегодня услышал вообще вот это слово сценарий, вот, то есть про монтаж все понятно, а вот эта вот история про сценарий, для меня это тоже, там, не знаю, информация двухнедельной давности, вот, то есть я как бы из тех, кто такой, хоп, там, ну ладно, вот это снимем, в принципе, что-то можно там подсобрать, да, и ты просто вот момент, когда там есть какое-то время, какой там сценарий, я тебя умоляю, озвучка просто, поверх, поверху что-то пишешь, и как будто бы там вроде как попало, второй раз перезаписал, вроде там, чтобы, ну, совсем не было вот этого, вот, поэтому я надеюсь, что у нас в секретах еще в пяти, да, или мы уже четыре оставляем, еще будет что-то про сценарий вообще, нафиг это, нафиг это надо. Но пока мы что поняли, что нам надо выделить время на сценарий, на съемку и на время монтажа, вот, потому что про себя, знаешь, что у меня со временем монтажа тоже я уже могу сесть, все снять, а потом сесть и все это смонтировать, у меня до сих пор в туче материала снято, но к монтажу я так и не приступила. Да, 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 потому что тоже требуется средоточение, времени, да, когда ты вот соберешься и сядешь за этот монтаж, поэтому обязательно прям надо заложить время. Значит, это был у нас такой, знаешь, секрет со звездочкой, вне наших художников. Значит, следующий, первый секрет, это, значит, фишка в уникальных форматах. Значит, тренды не работают, все, тренды не канают, они ушли куда-то в бездну, они ушли в прошлое, это уже не... То есть, опять же, я сейчас имею в виду не то, что тренды это плохо, любые тренды, лента автора, состоящая из одних лишь трендов, это плохо, то есть, когда мы снимаем одни тренды и больше ничего другого. Значит, почему? Потому что, вот, например, если мы возьмем время год назад, тогда был жив... Ну, ладно, не год назад, полтора года назад, тогда был жив ТикТок, эти тренды выходили просто в день, 500 трендов, ты уже там новый, 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 и ты мог реально каждый день выпускать какой-то ближайший контакт, и это все новенькое. Сейчас ТикТок прикрыт для нас, да, мы там ничего не видим, никаких, какие-то точечно тренды на нас, да, налетают, как бы в релсы залетают. Но фишка в том, что этих трендов стало намного меньше, и люди у нас просто наелись этими трендами. Когда вот ты листаешь, я помню, в какой-то момент я прям, знаешь, себя застала за какой-то агрессией, когда я листала ленту, и там, я не знаю, помнишь ли ты, был такой тренд, человек в стену стучит, ту-ду-ду-ду-ду-ду, и с другой стороны другой стучит. Я просто листаю, и у меня этих штук подряд таких роликов, этот ролик со стуком в дверь, со стуком в дверь, со стуком в дверь, я просто уже такая думаю, боже, остановитесь, просто остановитесь. Это одно и то же у всех абсолютно. И когда вот это одинаковое количество контента выливается в общую ленту, мы так, знаешь, сливаемся друг с дружкой. То есть зрители уже не отличают, типа, кто это там Машу от Кати, Катю от Пети, все одно и то же снимают, и нет вот этого уникальности. Значит, и на фоне вот этого всего стали стрелять уникальные авторы. Если посмотреть сейчас, кто сейчас стреляет, они все уникальны. Кто-то какого-то классного персонажа сделал, пульнул за счет этого персонажа. Кто-то сделал какой-то классный креативный формат, типа репортаж, там что-то она ходит, что-то смешное говорит, пульнула за счет этого. Кто-то делает какие-то скетчи классные, кто-то какие-то, типа, киношные варианты, знаешь, как будто бы кино сняты. Кто-то, там, не знаю, какой-то стендап говорит, кто-то песни по ним, кто-то стихи сочиняет. И вот эти все авторы стрельнули только за счет уникальности. На самом деле это чисто, так скажем, жизненная тема, потому что, мне кажется, в любой сфере, ну, как бы ты танцор, ты знаешь наверняка, что классные танцоры, это какие-то люди, которые отличаются, у них что-то есть такое свое. Своё вот что-то, какая-то энергия своя, да. И ты, типа, вот этот классный танцор, он как бы выбивается за счет того, что он другой. Он отличается от всех. То же самое в живописи, да, там, художники писали там в одном стиле, какой-то один появился, я буду рисовать картины из кубов и треугольников. Все ахнули, все, революция, да, он стал звездой. Типа, в таком формате. Так везде. Вот, поэтому сейчас все, как бы, тренды ушли в прошлое, ушли в прошлое, вот эти фокусы с переодеваниями, подбрасываю кроссовок, пинаю, кроссовок переоделось. На вот это вот, типа, вся тема на монтажных этих прикольчиках. Это тоже все в прошлый век. Слайд-шоу, очень многие до сих пор думают, знаешь, делают слайд-шоу, это просто фотки, поставленные в ряд, и какая-то музыка. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Ирил состоит из вот этих вот фотографий, даже текста никакого нет. И просто, например, мастер-бровист там, да, или мейкапер, да, кто-то вот такой, а вы бьюти сейчас такой, и просто, как бы, нарезка моих работ. Ты на что рассчитываешь, что этот ролик наберет миллион просмотров, или что он тебя подпишется сейчас тысяча человек, этот ролик не работает, его даже лайкать не хочется. То есть это вообще всё. Лера, у меня есть слово в защите всех этих креаторов. Короче, как происходит, ну, ты такой сидишь и такой, ну, ну всё, вот сейчас вот это время, которое я выделил себе для того, чтобы заниматься соцсетями. И ты такой, так, надо что-то сделать. И ты берёшь и делаешь что-то. И у меня как бы назрел вопрос. Вот скажи, пожалуйста, если мы берём там на чаше весов, вот мы берём делать там какие-то шаблонные тренды, похожую, да, историю, и на другую чашу весов вот вообще ничего не делать и ждать, когда ты создашь, типа, суперкреативный авторский контент, то я же правильно понимаю, что всё-таки что-то делать, оно как бы немножечко лучше. Конечно, конечно. Но вот в это что-то надо потихонечку порционно добавлять, потому что вот так вот, знаешь, ну, очень круто звучит вот этот уникальный формат для авторов, авторский контент, но типа сходу вот так переключиться и вообще не делать что-то, это просто для человека суперстрашно. И ты сидишь такой и думаешь, это мне столько всего надо сделать, я вообще не буду это делать. Нет, no, please, я больше не блогер, я не эксперт даже, всё, bye, и уходишь. Слушай, ну здесь это же, опять же, вопрос мотивации и цели. Если ты претендуешь на подписчиков, на деньги из Инстаграма, то, сорян, придётся делать, sorry, ну, придётся делать, а если ты не претендуешь, ну, не делай. То есть тут же видишь зависимости от цели. То есть иногда мы ставим себе цель, условно, там, я хочу стать первоклассным танцором, да, хочу победить в каком-нибудь супер батле. И я такая, ну, блин, это же надо ходить на тренировки, sorry, и это так муторно, можно без этого как-то, можно я просто буду дома порчиться перед зеркалом, кривляться, этого будет достаточно, чтобы мне победить на том батле? Ну, нет, нет. Что за иллюзии? Лера, мне кажется. Подожди, но лучше ли это делать, чем, знаешь, лучше ли это кривляться перед зеркалом, чем просто лежать на диване? Определённо лучше. Мне нравится, во-первых, что Маша сказала, что это крайности. Да, да, извините, мой мозг так мыслит, я люблю крайности. И вот Марина озвучила, собственно, да, тоже вот эту мою мысль, поэтому эксперты не делают, вот, потому что, ну, надо делать много, это отдельный пол работы, а ты когда эксперт, ты непосредственно работаешь с людьми, ты непосредственно занят своей работой. Да. Вот, поэтому я думаю, сейчас такой большой спрос на специалистов, которые помогают экспертам. Знаешь... Да, я вот искала себе... Извини, я просто тут про работу, очень хороший комментарий пришёл, типа, поэтому эксперты и не делают так, как долго, а работать когда? Так блогерство — это ваша работа вторая. Мы все, кто занимаемся чем-то ещё, да, помимо того, что ведём блог, мы работаем на двух работах. Мы блогеры, и мы эксперты, коучи, психологи, танцоры, владельцы онлайн-школ, там, и так далее. То есть у меня, например, помимо блогерской работы, есть ещё онлайн-школа, ученики, продукт, команда, там, всякие вот эти вот все приколы, да, то есть у меня куча другой работы. Да, но если я не буду вести блог, кто ко мне в онлайн-школу придёт? Кто те люди, кто купит мой продукт? Да их не будет просто. Если я отрублю свой блог, если я не буду постоянно привлекать новую аудиторию, кто у меня купит продукт по Reels, если сама не будут снимать Reels? Да, то есть у меня есть жёсткая корреляция, но на самом деле такая корреляция есть во всех других нишах. Потому что Reels, это, кстати, один из секретов, да, что Reels — это не только метод продвижения, да, не нужно его воспринимать только как метод продвижения, что вот если я буду снимать Reels, я буду новую аудиторию, там, что-то, значит, новую аудиторию привлекать. На самом деле это еще метод прогрева тех, кто на нас уже подписан. Очень часто мы ведем блоги через пень-колоду, там кто-то сторис выкладывает раз в месяц. Естественно, что в этом блоге? Просто выжженное поле. Перекати поле там катится, да, и вот выжженная земля. Наши подписчики извлеклись из блога, они не вовлекаются в наш контент, они его не смотрят, они смотрят уже кого-то другого. Наша задача, что сделать, их вовлечь обратно, сказать, эээ, ребята, я вообще-то тут есть, вот я такая, да, вот посмотрите на меня, да, в таком формате. И вот ты, они еще выполняют очень круто функцию прогрева, да, то есть ты вспоминаешь, о, нифига себе, блин, я же на эту девушку подписывалась. Ты вспоминаешь про этого человека, ты ее смотришь, если тебе нравится этот контент, ты начинаешь ее смотреть. Люди обратно включаются, потому что можно иметь блог хоть какой, хоть 100 тысяч подписчиков, но если там аудитория не включена в автора, если там в охватах а-ля там 100 человек, как бы, ну, какая ценность, да, этой аудитории? Она нулевая. С аудиторией тоже нужно работать, наши люди не идиоты, нет же такого, что они подписались, там, не знаю, сидят и каждую, мы выставили две сторисы, они сидят и нас любят из этих двух сторисов в год. Ну, конечно же, нет, у них столько выборов, у них столько блогеров, у них столько экспертов, кого они могут посмотреть, кто делает контент, да, то есть именно, если говорить про контент, мы здесь боремся за внимание зрителя, да, то есть либо меня будут смотреть, либо моего конкурента, либо еще какого-то блогера, там, третьего, четвертого, пятого. И, условно, когда я исчезаю из поля внимания моего зрителя, он про меня просто забывает. И когда он вспомнит, например, ой, я же хочу записаться на танцы, он будет помнить того, кого он смотрит, и он пойдет к тому, кого он смотрит. Вот в чем суть. И очень многие эксперты этого не понимают. Это, знаешь, как маркетинг, то есть это наш маркетинг. То есть, да, возможно, вы выставите, там, условно, ведете историю, сделаете рилс. Возможно, в моменте, вот, вы выставили рилс, и у вас нет такого, что у вас там записывались 500 человек, так, вам, не знаю, там, на услуги и продукты. Но вы как по капельке капаете на голову своей аудитории. Капаете, 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 и в момент, он такой, да, точно, я же хотела на танцы пойти, ууу, у меня там, у меня деньрождение, вы подарили денежку, хочу купить, там, типа, занятия себе, условно. Да, и это вот то же самое, что, знаешь, на, типа, билборды висят, там, у нас, на, вот, разве, вот просто представьте, у тебя висит билборд, например, какая-то, господи, как это называется, ЖК, рекламируют ЖК, и неужели, вот, если так вот посудить, люди думают, что вот кто-то проезжает мимо этого билборда, такой, ЖК, там, не знаю, летом, покупаю, и едет тут же в офис, покупает этот ЖК. Нет, конечно, это делается не для того, чтобы вот так по крупицам, по крупицам, по крупицам быть в поле потенциального клиента. И когда у него созреет запрос купить себе какую-то, там, какую-то квартиру, он такой, блин, я тут увидела какую-то рекламу ЖК, там, лета, давай посмотрим, что за ЖК летом, условно, да, он, то есть, вспомнит об этом. Это как раз и есть суть маркетинга, чтобы постоянно быть в поле целевого клиента. И как раз релсы – это и есть инструмент маркетинга, помимо того, что это инструмент еще продвижения. Так, сейчас я, знаешь, вычленю из всего вот того, что ты сказала, две такие важные мысли. Первая мысль, которая прям супер важна, ее прям надо себе повторять, я не знаю, можно записать себе она как где-то, и прям помнить, что блогерство – это, блин, отдельная работа. И жить в иллюзии, что ты как бы эксперт и экспертность, все вот твое основное, твое поле деятельности, а блогерство там где-то как-то между делом, и все само пуская продается, ну, это такая немножко иллюзорная. То есть, тут надо прям понимать, что это отдельная работа, и отдельно надо уделять этому время. Вот. И вторая супермысль о том, что мы покупаем у тех, за кем мы наблюдаем. Да, то есть, в тех же соцсетях, если у нас, условно, есть там пять нутрициологов, на которых мы подписаны, и мы уже как бы в этой теме, мы уже интересуемся здоровьем, то, скорее всего, мы обратимся непосредственно за услугой к тому, кто чаще попадается в нашем поле, за кем мы чаще всего следим, поэтому, собственно, это важно. Поэтому можно и нужно использовать рилс как инструмент, чтобы быть на виду у своих будущих покупателей. Да, так и есть, все правильно. То есть, это просто важно понять, и тогда не будет вот этого возражения. У меня нет времени. Ну, получается, что у тебя нет времени на твой маркетинг, маркетинг – это твои деньги, это твои клиенты. Да, то есть, вот эту четкую логику надо соблюдать. И когда ты понимаешь, что, блин, рилсы или там любой другой контент, блог, да, это мое влияние на мою целевую аудиторию. Типа, я не уделяю на это время. Да, я не занимаюсь своей рекламой, я себя не пиарю. Естественно, выгодно мне это, нет, не выгодно. А мне что, выгодно найти тогда в моем графике время. Да, время оно есть, оно существует. Вчера мы тоже как раз на эфире разбирали это. Есть время. Мы просто, мы выбираем его тратить на что-то другое, нежели чем. Ну, короче, да, мы возвращаемся, собственно, к первому вопросу. Если оно тебе действительно надо, то как бы просто пойми, что это вторая работа, которой надо тоже уделять время. Без этого сейчас уже никуда. Я вот, я сейчас слабо представляю, чтобы человек в экспертном поле продавался какими-то другими методами. Хотя нет, наверное, есть, да, ты можешь устроиться там, условно, как, например, танцор, да, ты можешь устроиться в танцевальную школу. Но я вижу очень активный тренд там последних, мне кажется, уже пяти лет, что сейчас практически все более-менее медийные ребята-танцоры, они уже давно, собственно, просто основали или свои уже школы, да, или просто свои группы какие-то, онлайн-курсы. И сейчас такой очень мощный тренд на то, чтобы быть самому себе экспертом, самому себе маркетологом, самому себе рилсмейкером и вот это вот все. Поэтому, собственно, важно любому эксперту как-то разбираться в этой теме. Поэтому мы с тобой сегодня разговариваем здесь. Да. Продолжай, не останавливайся. Да, да, да. Вот Маша пишет, что, ну, эту танцевальную школу тоже продвигают, просто не ты, да, так и есть, конечно. Иначе, да, вот так, любой бизнес нужно продвигать. Для этого я всегда, кстати, сравниваю, например, наш инстаграм, да, с любым другим бизнесом. Вот условно, мы такие, хочу открыть свой салон красоты, да. Естественно, мы будем планировать, что у нас будет выиска какая-то, что мы там, условно, листовки какие-то будем, инстаграм заведем, да, там, каких-то блогеров, возможно, там, купим по бартеру, они, чтобы пришли к нам, какие-то процедурки поделали. То есть мы же будем этим заниматься, да, а если говорить просто про блогерство, да, как будто бы, ну, это не нужно все, да, как будто это исчезает важность этого. То есть если взять салон красоты, какой-то твердый бизнес, это важно, безусловно, я буду этим заниматься. А если мы берем просто блог, то это как будто бы растворяется, это как будто бы не важно. Вот интересно. Ну да, знаешь, как будто бы ты немножко думаешь, что оно само как-то само должно. Вот я понимаю, что она Ну, что ты понимаешь, что это важно Да, но почему-то всегда Есть какая-то такая мысль, что Ну вот оно как-то само Вот, и даже в какой-то момент Что когда оно вроде как-то само происходит Такой Ну вот как-то же само произошло Хотя потом ты такой смотришь на свою ленту В инстаграм и такой, в смысле само Я же там и вот это, и вот это делал И там вот так-то, и вот здесь что-то рассказывал Да, там Вот я просто буквально выкладывала на днях что у меня стали появляться клиенты в индивидуальной практике, а я особо индивидуальную практику, ну, никак её не рекламировала, то есть не записывался, ничего. Но потом я такая думаю, так, но сколько я всего сделала, когда стартовал курс, ну, то есть там были там и рьюсы, и что-то, и какие-то рассказы, и сторителы, и всё на свете. И то, что вот что-то новое приходит, опять же, из-за того, что ты что-то уже в это сделал, какое-то время потратил. Вот, два сценария написал, но пока ничего не снял. Ну, кстати, да, вот этот вот отложенный эффект, это, знаешь, как с полем. То есть вот люди там, где позделывают поле, они сначала его там пашут, обрабатывают эту землю, сеют, это всё там всходит, и там вот этих сорняков ты всё очищаешь, как ты от колорадского жука там охраняешь, да, и только спустя там три месяца, четыре месяца ты можешь собрать плоды. Да, то есть, ну, тут то же самое. Да, ты работаешь, работаешь, да, возможно, в моменте тебе это не принесёт. У меня, например, такое бывало, что мы всегда анализируем, кто покупает продукт, откуда этот человек пришёл. И вот прям, знаешь, такая есть статистика у меня, что у меня покупают через три месяца подписки. То есть человек пришёл через Римус, ему недостаточно ещё, чтобы он такой, о, побегу, у тебя покупать, ты мне нравишься, капец, суперэксперт. Нет, Фигли, он ещё сидит, присматривается, да, а что она говорит, а чё, а вот с этим я согласен, да, прикольно, сходи, на разборы сходил, прямой эфир посмотрел, касание, 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 и приходит на Лилл Схаус. Да, то есть спустя три месяца, спустя пять-шесть касаний, глубоких касаний, да, вот как, например, вебинар или как прямой эфир. Это глубокое касание считается. Короче... То есть это помимо всего контента. Ребята, творцы мои дорогие, да, кто вот сейчас с нами, кто будет смотреть записи, имейте в виду, что даже если вы решили сегодня начать, и завтра вы такие начнёте, и такие, всё, я там, не знаю, вот сейчас, кстати, я задам сейчас этот вопрос про вот эти челленджи, там, 30 риллс, вот, то не ждите, что сразу у вас там всё куда-то выстрелит, сразу вылетит очередь из клиентов, сразу все возьмите мои деньги, заберите там сразу. Это вот как по Лериному опыту три месяца. Три месяца, ребята, но новости неучешительные. Мне, как человеку, которому хочется всего и сразу, конечно, от этого немножечко грустно. Да, да. Вот, но надо понимать, что так оно и работает, да, потихонечку, покрупиться, как ты говоришь, касания, да, что человек должен совершить с тобой, с твоим профилем, с твоей услугой определённое количество касаний. А ты знаешь, кстати, сколько касаний? Ну, на самом деле, мы считаем именно глубокие касания, мы считаем именно маркетинговое какое-то мероприятие, то есть, когда человек вот просто с блога, да, в блоге, то он там, типа, смотрит, просто что-то лайкает, в стойке, да, это ежедневные касания с нами. Это если говорить про контентные единицы в блоге. А если говорить про вот такие большие касания, типа разбор, вебинар, там, я не знаю, я позвала на свой мастер-майн какой-нибудь, человек пришёл, да, то есть, ну, вот таких касаний нужно, там, не знаю, 4-6. Это не считая касаний ежедневных с контентом в блоге. То есть, я одна тот человек, который, когда человек написал, а как вам записаться на занятия, я сразу хочу, чтобы человек уже пришёл ко мне на курс. Можно, пожалуйста, сразу, а по факту это глубокое касание, когда сообщение тебе пишут по поводу твоей услуги? Это читай. Это не касание. Это уже запрос. То есть, касание, вот представь, что вот ты и я, вот мы с тобой сидим в разных локациях, да, как нам с тобой пересечься в социальных сетях? Условно, ты, например, на меня подписан, например, я блогер, ты за мной следишь, или ты блогер, я за тобой слежу. Как мне с тобой коснуться? Я могу, ты можешь выставить сториз, я её посмотрю, всё, я вспомню. О, какой у меня классный блогер есть, прикольно, о, что-то тут она делает, о, завтракает, о, там чашлычки жарит за городом, да, вспомнила, потом ты выставляешь рилз, я в это время там работаю, чем-то занимаюсь, о, выставил ленту, о, прикол, ха-ха-хи-хи, там что-то про танцы, да, опять я с тобой коснулась, опять я с тобой коснулась, опять я с тобой коснулась, вот, как бы, в принципе, да, какая-то переписка, условно это можно считать касанием, просто я сейчас говорю больше про контентные, про контентные касание, вот, то есть именно через контент мы вот так вот с подписчиком в сети, без, как бы, переписки, да, условно вот этого личностного общения, мы вот так вот касаемся, выставляем что-то, он смотрит, как-то взаимодействует, да, и какие-то смыслы понимает про нас. Это простое касание. Ну да. Это простое касание. Да. А сложное, как ты говоришь, не сложное, глубокое, да, как ты говоришь? Глубокое, это вот условно прямой эфир, да, вот, например, человек сидит в прямом эфире, он не просто посмотрел какую-то историку одну секунду, или пролистал ее, или там быстренько лайк поставил на рилс. В чем фишка прямых эфиров? Это очень проявленный формат подачи. То есть мы в нем сидим, не переписывая дубли, мы не по сценарию разговариваем, мы не репетировали, да, мы вот такие, какие есть. Это не постанова. Да, да, да. Типа ошибаемся, похер. Получают неправильно исковеркали слова, окей. Ну вот такие мы, да, сидим там, типа, утром, я только проснулась вообще, у меня это, мне сегодня коты не давали спать, я сегодня очень поздно встала. Ну вот, и как бы, ну вот такие мы, такие мы есть. Да, и, соответственно, человек может увидеть вот живого человека, никакого там в рилсах, там, да, постановочного, никакого-то торис, перезаписанного сотого раза, а такого, какого есть. И плюс мы вот даем эту информацию, и вот это вот реально, это, знаешь, несравнимо с живым общением. Вот когда мы вживую общаемся, ты же чувствуешь энергию человека, тебе вот, ну, ты болтаешь, да, то есть тебе приятно с ним общаться. И остается вот это послевкусие. Да, мне было приятно с этим человеком, или мне не было с ним приятно. Хочу ли я с ним еще пообщаться, или не хочу. Вот, и как раз эфир, вебинар, то есть на вебинаре мы тоже сидим, да, как бы вот, если там что-то забыли, это видно, если там что-то начало не то идти, не по плану, это видно, да, то есть мы вот такие, какие мы есть, и поэтому это считается глубоким касанием. Плюс это касание еще длинное по времени. То есть, если релиза, так как он, там, 30, ну, даже минута, то, извините, прямой эфир, это в час, вебинар-то два часа, человек сидит с тобой в два часа. Я вообще не знаю, в чем этот феномен, но вот у меня уже там сколько, три или четыре, пять недель у меня идет курс, и вот в течение курса идут регулярные прямые эфиры. Короче, у меня часовые эфиры, полуторачасовые смотрят лучше, чем рилсы. Вообще, мне срочно нужны остальные четыре секрета. Вот, а вообще я хотела, я вообще хотела поздравить всех, кто сейчас с нами в эфире, что мы, оказывается, с вами находимся сейчас в глубоком касании. Вот, слушай, а те, кто будут смотреть записи, насколько глубоко будет их касание? А если они будут, вот, они вобрекутся, они говорят, о, прикольные девчонки, что там они рассказывают, ха-ха-хи-хи, знаешь, настроятся на вайп, и реально посмотрят от начала до конца, это будет глубокое касание. Если они будут посмотреть начало, такие, ой, какие-то две обезьяны, выключаю, но, конечно, нет. Отлично. Дорогие мои, если вы почувствовали, что вы с нами в глубоком касании, пожалуйста, оставьте нам комментариев на этот эфир. Я вас очень прошу, это нам очень поможет и порадует нашу блогерскую душу. Так, слушай, я начинаю уже нервничать, потому что я смотрю на время, да, я слежу всегда за временем в эфирах, и у нас осталось 15 минут, а у нас еще 4 секрета. Друзья, я быстренько резюмирую. Первый секретик со звездочкой, это то, что нам просто надо делать, да, вот это вот думать про рилсы, про блог, про то, про сё, как бы не работает, надо действительно что-то делать. И второй секретик, такой основной посыл, месседж, философия Леры, о том, что контент все-таки должен быть авторский, эксклюзивный, не под копирку, не под шаблон, а непосредственно что-то, сгенерированное лично вами, как творцом в вашей экспертной зоне. Да, мы даже на самом деле затронули уже один секретик. Значит, еще один, это что не нужно воспринимать рилс как источник, только источник трафика. Также важно понимать, что когда вы делаете рилс, и он вдруг не залетел, или на вас с него не подписались, не нужно думать, что этот рилс идет в помойку, в мусорку, типа вы на него просто так потратили время. Этот рилс может прогреть вашу аудиторию. Это касание, это ваш маркетинг, поэтому из этого на самом деле вытекает еще один секрет, что не от всех роликов нужно ждать просмотры. Есть ролики, которые обречены на большое количество просмотров. Есть ролики, которые не наберут. И это нормально, потому что у нас есть, у любого, у любой контентной единицы есть задача. Какой-то контент специально делается для большого охвата. Это обычно широкие ролики на широкую тему, которые будут понятны широкому кругу людей. Например, условно, шутка про отношения между мужчиной и женщиной. Эту шутку поймут все женщины и все мужчины. То есть, грубо говоря, охват 100%. А если мы сделаем шутку про айтишников, поймут, что они про айтишники. И из этих 100% этих айтишников два. Соответственно, почему мы ожидаем от шутки про айтишников, что она должна залететь на миллион просмотров. Она не залетит. Целевая аудитория этой шутки уже маленькая, она уже узкая. Но зато те, кто ее увидят, они как бы свои. Условно, это как бы шутка на определенную целевую аудиторию. Но суть не в этом. Суть в том, что есть ролики, которые наберут, и это их задача набрать охват. Но, например, с них не подпишутся шутки про отношения мужчин и женщин, но не подпишутся люди. Но поставят лайк, зато будет лучше просмотров. Можно же трепостнуть, да. Да, да, сделаю трепост. Ну, то есть за счет трепостов это и вирусится, как бы, да, за счет трепостов. У нас набирает контент аудитория, оффу аудиторию, просмотры. Вот, но они не принесут просмотров. И это не задача этого ролика. Задача ролика набрать просмотры. А есть другой, так скажем, другая задача, когда мы делаем ролики на подписку. Это другая задача. И уже не нужно отдать от роликов на подписку миллионных просмотров. Они не наберут миллионных просмотров. Потому что обычно, когда мы делаем ролики на подписку, мы бьем в целевую аудиторию, а она уже уже, да, чем все люди в мире. Ну вот. И это будут уже более скромные просмотры. Либо, например, есть ролики на прогрев. Это вообще вот такие, вот такие вот охваты они набирают. Вот. Либо есть ролики, знаешь, с заявкой, с воронкой. То есть со сбором заявок. Они еще меньше набирают. Но из-за того, что люди не понимают вот этих задач контента, что одни ролики они на строке работают на охват, другие ролики на подписку, третьи ролики работают условно на заявки. Они, например, выставили ролик с воронкой, условно, пиши мне плюс, и я тебя запишу там к себе на курс. Этот ролик набрал 200 просмотров, которые и должен набрать. И сидят, переживают, что этот ролик не залетел. Да, и соответственно, из-за непонимания задач у людей было ранее от релусов. Мы мерим успех роликов чисто по просмотрам. А это в корне вообще неправильная история. Да, потому что какие-то ролики, они созданы для просмотров и какие-то нет. Вот. Поэтому вот это вот, это важно в голове у себя понять, да. Когда вы делаете ролик, о какой я хочу целевое действие получить от этого ролика. И, соответственно, если вы идете в подписку и выкладываете ролик о том, как вы идете на пляже под красивую музыку, ну, вы же не дурачки, вы же прекрасно поймете, что на такой контент не подпишутся. Ну, как не? Могут подписаться, но это будет скорее какое-то чудо, какое-то исключение. Ну, это, я не знаю. Честно, я не знаю. Это если, знаешь, какой-то суперкинематографический кадр, какая-то божественная девушка в какой-то стильной одежде, и все это вот так вот, какой-то вайп в этом есть, и все это вот так вот наложится друг на друга, что это, ну, но в большинстве своем, если мы говорим про человека со средним навыком съемки, досняти, там, условно, на фронталку или еще что-то, если это не что-то вау, нет, на это не подпишутся, на эстетику уже не подписываются. Ну да, это будет турок, сказала Маша на прямом эфире. Да, мы, кстати, тут немножечко пролистали, да, вот нам Инна, собственно, писала про книгу Джулии Кэмерон, Путь художника. Всем рекомендую. Лисую. Пожалуйста, читайте, проходите этот курс, он прекрасен, божественен, даже на немецком языке человек нашел и использовал, супер. Так, если вот резюмировать, смотри, Лер, это был вообще у нас второй секретик или второй быстрый? Нет, давай я резюмирую. Значит, первый секретик это то, что фишка в уникальных форматах, тренды не работают, все, перестраиваем. Если хотим успехов Рилл, сделаем уникальным. Значит, следующий секретик, что не нужно воспринимать Рилл столько как источник добывания трафика. Это еще наш прогрев. Вот, поэтому используем Рилл и как прогрев. Да, эти ролики не наберут, но они прогреют. Важно понимать, это ваш маркетинг. Чем больше касаем, тем больше климата в дальнейшем. Дальше. Следующий секретик, не от всех роликов нужно ждать просмотров. Какие-то ролики работают у нас на покупку, какие-то работают у нас на охват, какие-то ролики у нас работают на сбор заявок. По умолчанию ролики на сбор заявок набирают меньше. Ролики широкие набирают много. Да, соответственно, не выгораем. Экспертная шутка не набрала, она и не должна набрать. Да, ее целевая аудитория вот такусенькая. Поэтому радуйтесь, что хоть сколько-то она набрала. Да, ребят, вот здесь есть просто вот эта вот тема, что ты такой, например, или ты записался на курс «Парился», да, или ты такой, все, я выделил время, я достаточно замотивирован, я сейчас буду, короче, в вашем инстаграме. Вот. И ты такой сел, понаделал, понавыкладывал и ждешь. Такой, ну давай, ну я же, вот уже я собрался, сделал. Короче, вот эта история завышенных ожиданий, она как бы провальная, провальная. Вот я вам говорю, на своем опыте сто раз такое было, я не знаю, накиньте нам огонечко в комментариях, если вы понимаете, что у вас тоже такое было. Когда ты долго собираешься, ты такой думаешь, я собрался, я вот столько всего сделал, сейчас мне нужен сразу моментальный результат, пожалуйста. где мой миллионный ролик, где мои сто тысяч пятьсот заявок, дайте, пожалуйста, сейчас и много, и в большом количестве. Плохие новости. Короче, мы уже это говорили, я еще раз это повторю, что, да, наверное, в среднем там шесть-восемь касаний, насколько я помню, из маркетинга, должно произойти с вами и с вашим продуктом, прежде чем человек его купит. И второй момент, что вот по опыту Леры сколько, через три месяца только приходят люди, как правило, на Рилс Хаус, после того, как они только там подписались на блог, совершили глубокие касания. Вот, короче, не накидывайте сразу слишком большой ворох ожиданий на вашу Рилс деятельность. Я вас очень прошу, это просто сбережет вам нервы. Да, я здесь хочу добавить, что небольшой метафору, что когда мы приходим в школу в первый класс, мы же, когда поучились, не знаю, в неделю в первом классе, мы не ожидаем, что, а почему я не в одиннадцатом? Почему я не умею решать там логарифмы или какие-то там завышшую математику? Мы же от себя этого не ожидаем, мы прекрасно понимаем, что все постепенно, нам сначала нужно учиться читать, учиться писать, буковки выучить, там, не знаю, зверушек там выучить на английском, как, кто называется и так далее. Да, и только постепенно, постепенно. И вот этот вот период, это очень часто тоже связано с высокими ожиданиями, мы начинаем какое-то дело, завышаем ожидания и бросаем, потому что эти ожидания, естественно, растворяются. Да, но мы, будучи в первом классе, не прыгнем в одиннадцатый. Да, наша задача, когда мы что-то начинаем, просто дать, убрать вообще любые ожидания и дать себе вот этот вот период времени на то, чтобы научиться. Ведь любому навыку нужно научиться. Сначала мы делаем плохо, кринжово, отвратительно, на них охочут наши знакомые, да, какие мы стрёмные ролики делаем, крысят, пересылают их, друг дружки, типа, а-а-а-а-а, смотри, блогер-блогер, да, вот эта вся история. Потом мы делаем с опытом, мы потихонечку делаем лучше, там, десятый ролик уже, явно будет лучше, чем первый. Двадцатый еще лучше, тридцатый еще лучше, да, то есть, и вот так вот через опыт мы наконец-то приходим вот к этой нормальной форме, когда мы уже можем претендовать, да, уровень моего ролика уже может претендовать на какие-то просмотры, на какие-то подписки, да, а если мы взяли условно какое-то там видео из своей галереи, мыльное, желтое, и там, что-то ждет, как бы, от него, ну, этого не случится, да, то есть, мастерство все равно нужно немножечко прокачать, навык нужно прокачать. Перед тем, как вы сделаете какой-то вот ролик, действительно, который будет достоин этих реакций, ну, то есть, это будет даже логично, эти реакции, они будут логичны на этот ролик. Слушай, вот, можно ожидать. Да, вот Маша пишет, тише едешь, дальше будешь, у меня как-то слово в голове сейчас это мысль про, это коучинговая мысль, как бы, каюсь, послушаю, есть у меня подружки-коучи, мысль про регулярные целевые действия, вот ты можешь как бы не делать там, не сядиться пять раз, пять часов в день и там создавать просто кучу авторского контента, но регулярно, да, выделять время какое-то, пускай небольшое в начале, да, если вы вообще не выделяли время на блог, а все время делали его между делом, да, как-то что-то занимались, то может быть действительно начать там, не знаю, с получаса в день, поверьте мне, полчасика каждый может найти, да, вместо того, чтобы просто залипать в ленте, создавать контент, и здесь еще одна мысль, что если вы создаете авторский контент, я думаю, что любой творец-эксперт воспринимает это как процесс создания, это же в своем роде creation, да, и ты как бы вот, ты создаешь, и ты, ну, действительно в этом очень большое удовольствие, потому что ты сделал что-то свое, и даже если оно там, ну, не залетело, ну, там не так много просмотров, ну, блин, это же твое, это же ты самого придумал, самого там написал этот, я не знаю, сценарий, там сам себе поставил свет, ну, короче, это просто прикольно, вот, вот, наслаждайтесь, короче, от процесса создания своего собственного контента и не ждите сразу какого-то моментального результата. Да, плюсую, плюсую, абсолютно поддерживаю этот месседж. Так, двигаемся дальше, да, к следующим секретикам. Значит, следующий секретик заключается вот в чем, чтобы на тебя подписались в Reels, люди должны видеть в этом мотивацию, то есть мотивация это выгода. Вот человек, он подписывается или не подписывается на какой-то блог, потому что он понимает, это мне выгодно или это мне невыгодно. Условно, советы, например, лайфхаки по кухне, да, там, как вот что-то убрать на кухне, чтобы было меньше шума, визуального шума. Выгодно ли тебе? Я уже подписалась. Вот. Типа, выгодно ли тебе подписаться? Конечно, выгодно, я такие лайфхаки буду подсматривать, буду, как бы, в своей кухне там какие-то штучки делать и у меня будет кухня красивая. Это тебе выгодно. То же самое, что, не знаю, там, какие-то советы по профессиональной деятельности, например, там, да, там, танцор показывает какие-то упражнения, чтобы развивать, там, пластику, условно. Выгодно ли мне подписаться на такой контент? Конечно, я свою пластику буду развивать, потому что я чуть в деревях себя чувствую, условно, да, а если это контент просто какой-то хихиха-ха, типа, условно, тренд, да, как бы, тут нету жесткой мотивации, тут нету вот этой выгоды. На хихиха-ха если это какой-то супер-мега-харизматичный автор, и вот ты его прям запомнил, то есть, знаешь, есть такие блогеры, на которых ты не подписан, но они постоянно в твоей ленте маячат. Да, да. Я сейчас про это подумала, что я вот, ну, вот честно, мне попадают постоянно, или я вижу репосты, но я такая думаю, ну, я и так это увижу, ну, зачем мне туда подписываться? Да. Я там подписана только на Стаса, которого я просто знаю с универа, как бы, и все, это единственный мой любимый смешной блогер. А все остальное, как бы, ну, оно попадает, да, но подписаться, я не подписываюсь, если честно. Вот, 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 но у меня такая штука, что иногда мы можем, знаешь, какой-то ролик, он может быть той искрой, что ты такой, да ладно, я подпишусь на тебя, ты мне так нравишься, не могу. Знаешь, это прям вот эмоция, вот вызвать эту всплеску модели, вот, но подписывающий контент, это в основном вот этот выгодный контент, да, это что-то полезное, да, вот когда вот человеку выгодно, там, лайфхак какой-то, проверка лайфхака, либо, знаешь, сейчас здесь тоже завирусился паренек, он рассказывает всякие факты про природу, и про человека, и вот там, знаешь, почему трава зеленая, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, вот что будет, если человек без конфандра отправится в космос, там, его расщеплит, расплющит, давление долбанет, глаза лопнут, там, и так далее, знаешь, в таком формате, то есть какие-то, типа, оля, удивительные факты, вот тоже, мне это в жизни как-то пригодится? Нет, но я сижу, у меня так любопытный, пипец просто, знаешь, и мой мозг, несмотря на то, что он развлекается, он думает, что он поглощает пользу, хотя это вообще не полезно, нафиг мне эта информация вообще нужна, в жизни она неприменима, вот, но я таким образом развлекаюсь, и мозг, знаешь, спокоен, да я же не ржу от какой-то тупости, какой я полезный контент поглощаю, видишь, про естествознание, про космос, про траву там, и так далее, вот, и как бы у нас тут тревожность, знаешь, минимальная, поэтому как бы тебе выгодно подписаться, я уже столько полезного нужно, хотя как бы это было, это, слушай, Лер, это у меня был эфир с Олегом Гладких, у него профиль весь, он йога-терапевт, и у него весь профиль, это такие суперпростые упражнения, там, сидишь за компом, как там расслабить спину, там, и они типа суперпростые, суперкороткие, куча подписчиков, просто, мне кажется, работает вот эта история, что сейчас я подпишусь на этот блог, и обязательно что-то сделаю, обязательно, и мне кажется, у нас весь месседж эфира в том, что он был, чтобы реально что-то делать, а не просто подписываться, но на самом деле мы как авторы можем это использовать в свою же пользу, какая нам разница, будут это люди использовать, или не будут использовать, да, они могут обманывать тебя сколько угодно, нам это только хорошо, значит, сделают, отлично, не сделают, да пофига, мы как бы сохранили, и слава богу, может через год сделают. Короче, друзья мои, задаем себе вопрос, прежде чем мы создаем, или транслируем любой контент, задаем вопрос, а какая вообще от этого контента будет выгода для наших существующих и будущих подписчиков, почему человек, который увидит этот ролик, да, он должен на нас подписаться, что мы там такое ему предлагаем, вот, и фактически любой ролик можно через этот вопросик прогонять и отвечать на этот вопрос, может быть, даже если этот ролик просто типа, вот я для себя хочу сделать, да, вот я так делаю рилсики после путешествий, но я вот, я и понимаю, что я для себя делаю, и не ожидаю там миллионных просмотров от этого, вот. Да, это тоже абсолютно нормальная позиция, что-то сделать для себя, на память, там, что-то про лето, про отдых, да, это просто для себя, ну и, соответственно, мы и не ожидаем от него каких-то там миллионов. и последний секретик давайте выдавать, да, давайте. Это легкий такой секрет, я вообще почему-то очень часто вижу, как люди свои рилсы прикрывают эстетичными обложками для того, чтобы их лента не портилась. Это ни в коем случае не нужно делать. Это, в чем фишка? Мы делаем рилсы, вообще, надо себе в голове зафиксировать, что мы рилсы делаем для новых подписчиков, для тех людей, кто нас не видел, не знает и так далее. И вот, вот представьте воронку, как работает воронка. Человек видит в рилсах какую-то девчонку, прикольно, с каким-то классным роликом, да, условно там. Как сделать волну руками? Танцор, да? Ты такой, о, прикольно, я тоже хочу научиться танцевать. Переходишь к ней в профиль, и куда ты идешь? Ты хочешь такого же контента получить еще, да, как попкорн, вот метод попкорна. Хромкоешь, 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 ты хочешь такого же контента еще, переходишь в ленту, а там одни эстетичные фотографии. И ты вообще не знаешь, и ты как, начинаешь, как в этом адвент-календаре, тыкать, тут какая-то хренька, а вот это что, а тут для себя ролик, а это, да, да, блин, да, у тебя такое, да, да, я хочу такого, где расстройство идет, я хочу такого же контента получить. Поэтому не нужно ни в коем случае использовать дурацкие эстетичные фотографии, используйте их для ленты. Пускай это фотки в ленте будут. Вот эта эстетика вся такая, для рилсов это вообще не нужно. В рилсах суть в смыслах. Человек должен зайти на вашу страницу, этот новый подписчик, да, и такой, о, зайти в ленту рилс, да, где раздел рилс, такой, о, 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 этот хочу посмотреть. Он должен иметь возможность выбрать, да, желательно, чтобы какие-то, возможно, заголовки были, да, или хотя бы там, какая-то картинка, чтобы было понятное понимание, о чем этот ролик. Нет, какой-то кадр, чтобы ты мог тыкнуть, посмотреть, просто заинтересоваться чем-то. А как бы мотивирует ли, продает ли шаг эстетичная фотография, тыкнуть на этот рилс вообще не продает. Это просто фотография. Она вообще никак не продает шаг тыкнуть и посмотреть, а что же там за эти фотографии, какой там ролик? Слушай, то есть правильно понимаешь, что вот эта вот эра эстетичных лент как бы в принципе уже, наверное, кануло в лето в какой-то мере. Упаковка профиля, знаешь, когда все вот хайлайты такие, все вот как-то в одном стиле. Мы недавно только обсуждали с Машей, она говорит, ну, выглядит это уже как какая-то устаревшая фигня. Тут смотря, опять же, упаковка, она же тоже развивается. Стилистика, она тоже развивается. И сейчас уже не модно делать одинаковые хайлайты, да, там с какими-то значками. Прошлый век уже давным-давно. То есть вот этот визуал профиля, он развивается вместе с рынком, вместе с нишей. И те визуалы, которые сейчас актуальны, они очень классные. Они не про, да, вот эту вот затемненную экспозицию и одинаковые фотографии. Они совершенно другие, они бывают очень креативные. И все равно визуал, он очень важен, потому что это язык, визуальный язык. То есть ты смотришь на профиль, тебе просто одного взгляда хватает, чтобы понять, про что этот человек. Вот ты видишь его фото с детьми, с собакой, дом загородный, он там где-то проводит тренинг. Ты без слов понимаешь, кто этот человек, с чем он занимается, с кем он живет, где он живет, какой вайп у него, да, и какая энергетика у этого всего. То есть это очень важно на самом деле. Просто фишка в том, что для рилсов конкретно это не нужно. Я рекомендую делать так, что, например, вы выставили рилс, он же сначала попадает к нам в ленту, ну, в основную. Пускай он повисит там две недели. Потом вы просто из ленты его убираете и все. И у вас ваши фотки просто остаются. Красивые, красивые, нарядные. Да, да, да. У меня всегда, вот если взять мою ленту, у меня всегда первые вот шесть фоток, первые шесть этих кубиков, это какие-то свежие рилсы, которые за последние две недели у меня там выложены. Потом просто две недели, там, третья неделя пошла, я понимаю, что все. Как бы убираю просто все это в ленту рилс, и все, и ничего страшного не случается. Ну, это прям вот этот последний секретик, прям секретик. Прям, знаешь, мне кажется, многие до сих пор ставят эти заставки просто вот для эстетики какой-то. Хотя, короче, все, друзья, мы все поняли, короче, это делать не надо. Лера, у меня последний к тебе вопрос. Я чуть-чуть, мы уже выходим за тайминг, я надеюсь, у нас будет эти пара минут. Скажи, пожалуйста, что каждый из нас, да, людей творческих профессий, творцов, кто все-таки вот задал себе правильный вопрос и таки решил развивать свой блок. Да, вот сегодня, сейчас, после просмотра эфира, что можно сделать вот прямо сейчас? Потому что я знаю, что бесконечно можно смотреть прямые эфиры, собираться, вот, типа, думать, что вот, я вот сейчас как возьму, напишу сценарий. Что можно простое, конкретное сделать для своего блога уже вот сегодня, там, сразу после просмотра эфира? Знаешь, мне кажется, что это, возможно, будет не конкретное. Давай так, возьмем глобальное и конкретное. Вот глобальное, это задать себе вопрос, хочу ли я вообще быть блогером. Я вот, мне это для чего? Это моя потребность искренняя, да, я мечтаю вот этой популярности, признаться себе, вот реально, не пиздеть себе, это очень важно. Типа, я реально этого хочу, либо я этого хочу, потому что у других это есть, да, либо я на кого-то насмотрелся, либо я себе это навязал, либо я себя там на слабо взял, либо там какую-то цель себе поставил, а это не моя цель. Просто признаться, я хочу быть блогером, или я не хочу быть блогером. Я принимаю решение быть блогером, или не принимаю его. Соответственно, если я его принимаю, то я уже начинаю к этому относиться как к своей работе. Закладываю время, да, и вот это, не делаю вот это на полшишечки, там, типа, криво косо что-то, там, я сейчас типа, попрыгаю, и слава богу. Ну вот. Относиться к этому уже по-нормальному, как к реальному бизнесу, все, вы открываете бизнес, вы открываете салон красоты, вот как вы к этому будете относиться? Вы открываете свою там танцевальную студию, как вы к этому будете относиться? Явно серьезно. И, соответственно, к этому надо относиться серьезно. Просто это серьезное дело, от которого можно получать удовольствие, как от любого бизнеса. А если вы принимаете решение, что нет, реально, я не хочу быть блогером, я буду вести просто свою страницу, ну и тогда не надо себе какие ожидания делать. Не надо тогда что-то ждать, каких-то продаж, там, да, каких-то там просмотров, миллионов и так далее. Не нужно ни в каком случае себя в таком случае винить за что-то, например. Мне вышел в сторис, начинается вот эта вина, типа, да, блин, надо было выйти, что я в блог уже не выхожу две недели. Да все, просто как бы, ноутревожности, так скажем. Все, ты не блогер, ну и тогда не будь блогером, и не надо от себя этого требовать, ждать и тревожиться, да, и винить себя, потому что ты какие-то там супер-мега, там, выполняешь действия. Вот, это первое, наверное, и второе, это просто пойти и записать сторис. Пойти и записать сторис на какую-то тему, которая вас в голове просто тревожит, либо о чем вы думаете. Вот условно, это может задать вопрос, если бы я позвонила лучшей подруге, вот о чем бы я с ней начала разговаривать, о чем бы я с ней начала болтать, о чем бы я начала просто так сходу, и вот эту вот сходу просто рассказать своим подписчикам. Ой, ребят, знаете, сейчас так обидно, не знаю, хотела кофе сделать утром, открывала холодильник, наливала кофе, наливала молоко, молоко скисло, приколите. Как обидно. Ну вот, и сто процентов там будет живой отклик. Вот сто процентов. Если это будет искреннее, да, чем вы поделитесь, там будет живой отклик. И вот прочекайте, вы кайфанете от этого отклика или нет. Если вы кайфанете, то все, блогерство это ваше, надо тогда просто развиваться в этом векторе уже посерьезки. Если вам, в принципе, ну как-то и не особо, да, ну и что вы себя мучаете. Вот, вот и все. Ну все, сегодня во всех инстаграмах, которые слушали нас, информация про скисшее молоко или разлитый чай, я не знаю, что там обычно, какие факапы происходят каждое утро у людей. Лерочка, спасибо тебе огромное. Я вот вижу уже свою вот эту заметку, которую я продолжаю вести на тему рилсов в соцсетях инстаграмов. Такая для меня глобальная мысль сегодня важная, супер, что блогинг — это отдельная работа. Но прежде чем за нее браться, надо действительно понять, что эта работа тебе подходит, что ты как бы действительно от нее кайфуешь и можешь наслаждаться не только в результате, да, а можешь наслаждаться этой работой в процессе. Да. Вот. У меня здесь под конец, знаете, для тех, кто у нас сидит тут до конца, я просто решила, что это, наверное, будет очень полезно. У меня есть такой урок, это был живой урок у меня на челлендже, на тему «Какой контент подписывает на нас людей?» Да, вот про вот эту выгоду, да, вот про вот эти все истории, то есть есть определенные типы выгоды. Вот. У меня есть прям живой урок, поэтому вы можете написать мне в директ слово «Урок». Да, я вам пришлю просто ссылку на этот урок. Ой, у тебя там автоматически все это работает? Нет, у меня помощник здесь. А, помощник, да? Все, я думала, у тебя там уже боты все это пихают. Короче, пишите урок в директ-вере, подписывайтесь, да. Я видела, что у тебя уже был анонс следующего потока TikTok, TikTok, excuse me, Reels House. Да, я думаю, что вы с легкостью найдете всю эту информацию у Леры. Вот. Приходите, соответственно, на танцы ко мне. У нас в эту субботу в ближайший будет мастер-класс, офлайн-занятия, танцевальная, припятная терапия, свободное движение. Вот. Спасибо всем, кто был сегодня с нами. Как говорится, насыпем вообще вот этой креативности, авторства, кучи подписчиков, любви, вообще полезности всем, кто сегодня был с нами. Кто будет смотреть записи, вставляйте комментарии, ставьте лайки, делайте репосты тем, кому действительно важно это услышать и посмотреть. Лерочка, спасибо большое тебе, у нас «Беликанцы для творцов», прямой эфир «Пять секретов Reels». Всё, смотрите, пересматривайте, используйте, главное, друзья мои. Спасибо огромное, всем классного дня и классных вам Reels-сов. Всё, пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok